Привет! Вы уже заждались выпуск про террариум. Давайте взглянем, как он поживает спустя почти 200 дней после создания. В террариуме с муравьями продолжается жизнь. Решил угостить их кусочком сосиски. Не знал, будут кушать или нет. Как всегда, подбегает один разведчик, пробует на вкус, и через минуту все муравьи будто по тревоге сбегаются на обед. Даже сама королева муравьёв пожаловала на дегустацию. Когда их становится больше, муравьи почему-то хотят утащить колбаску из миски. Растительность превратилась в густой лес. Растения умирают и вырастают заново, как и в природе. Взгляните, как аккуратно террариум выглядел в самом начале. Сейчас там внутри уже некому стричь газончик. Перейдем к большому террариуму. Может кто не в курсе, но изначально мы туда засыпали только лесную почву, и все. Но сейчас в это сложно поверить. Тут все еще обитают вот эти букашки, которые называются многохвостки. Иногда, видимо, пьют воду со стекла. Растения уже прочно впустили корни в почву и достигли значительных размеров. К примеру, помните, какой маленькой была крапивка? А сейчас какая большая. Кстати, умершее деревцо уже практически не видно из зарослей. В некоторых местах мох начал желтеть. Возможно, букашки покусали. Но думаю, он восстановится. Так как в другой части террариума подобные моку растения процветают. Только посмотрите, в каких масштабах разрослась трава и вот это большое растение. Раньше оно было гораздо меньше. Из-за своей тяжести оно прям легло на почву. А данные растения очень похожи на подорожник. Как думаете, это он? Кстати, из комментариев мы узнали, из-за чего на кончиках растений появляются капли воды. Их появление объясняется тем, что порой корни поглощают из почвы гораздо больше воды, чем ее в состоянии испарить листья. А так как испарение во влажной среде террариума затруднено, то излишки жидкости сбрасываются через специальные железы на кончиках листьев. Если вам понравилось, то ждите следующее видео про террариум.